Генерал армии России Сергей Суровикин. Вот его фото. Это новый командующий объединенной группировкой российских войск в Украине. О том, что Суровикин скоро появится в информационном поле, стало понятно несколько недель назад. Кремлевские военкоры пророчили ему эту должность и говорили о том, что он должен будет сменить Александра Лапина, которого ранее Кадыров обвинил в провале российских войск в Лимане Донецкой области. Так что назначение Суровикина очень интересно. В его послужном списке, конечно же, Чечня и Сирия. Он также командовал операцией по захвату Северодонецка. В Минобороны России надеются, что Суровикин сможет привести российские группировки в Украине к порядку, координировать их между собой и проводить слаженные операции. Суровикин – сторонник массированных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре. Вспомните, как захватывали Северодонецк и Лисичанск, когда целые города накрывали массированными артиллерийским огнем, уничтожая все на своем пути. А только потом в них заходила пехота. Даже про кремлевских изданиях Суровикина называют генералом Армагеддоном. Но сможет ли нам назначенный Армагеддон выполнить задачи, поставленные лично Путиным? Ведь в Кремле заявили, что собираются снова отобрать потерянные в ходе контрнаступления территории. Пока военные обозреватели относятся к этому скептически. Например, в Американском институте изучения войны говорят, что украинское контрнаступление еще даже не достигло своей кульминации. Да и мобилизированные, которыми придется командовать Суровики, но практически не обучены, не мотивированы и плохо экипированы. Вот вам яркий пример. В Херсонской области из части сбежали 13 добровольцев с оружием. Одного из них задержали в Кировской области. Оружия при нем не нашли, а где остальные 12, он якобы не знает. Так что к чему приведет война России против Украины и чем она чревата для всех россиян, смотрите сами. А на этом у меня все. С вами был Владимир Унец. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова